У нас сейчас 9.33 утра. Сегодня... Что сегодня? Воскресенье. Два выходных пролетело просто. Непонятно куда и как вылетело, в какое окно. Куда я собираюсь? У меня сегодня будет небольшой отчетный концерт. Я, короче, извиняюсь, что я так долго не записываю видео, потому что у меня какая-то жопа. С настроением, с идеями для видео. Мы еще, знаете, что сегодня? Мы сегодня будем краситься. И еще у меня есть такая штука. Мы будем с вами выбирать тогда аромат дня. Вот такие пудровые ароматы у меня. Это рандеву. Я, конечно же, их уже потестила. Вот. Ну, сегодня посмотрим, что-нибудь выберем. Здесь у нас Амуаш Лайла Клав. Атерье Колонни Моза Индиго. Атерь Коллекшн Персиан Голд. Вообще, моя любовь. Обожаю. Доктор Гритти. Жаклин. Джульет Хазаган Липстик Фифер. Монталь Орхи Пауэр. Нишан Нанше. И Ксержов Ацента. И вот они такие все пудровые. Куда я это буду все наносить? Кто-нибудь мне скажет? Ну, пиздаюши. Давайте. Так, так, так. Сейчас мы нанесем. Короче, давайте попробуем такой формат сборов. Потому что времени отдельно сидите снимать. Видео у меня нет. Кто не знает. Мало того, что я работаю. Пятидневку. Каждый день. Я еще нашла себе работу. Ну, короче, которая была хобби. Кстати, вот он Геалурон Эксперт, который я вам показывала. Короче, у меня в жизни еще два проекта появилось. Это ну, уже больше года. Это шоу маршевых барабанщиц. И тут вот недавно и еще стала я участником начинающей кавер-группы. И, естественно, так как я барабанщик не очень, мне приходится очень много заниматься. Очень много. И я еще столкнулась, короче, с такой мыслью, ну, что у меня какой-то жуткий синдром самозванца, что все, что я делаю, типа даже если у меня получается, я не могу это принять. И я всегда говорю, что это не я. Или когда мне говорят, что я молодец. Я говорю, что это не я молодец. А так сложились обстоятельства. Ну, там вот так вот вышло, так вот получилось. Вот расскажите мне, если у вас есть такая фигня, как вы с этим вообще справляете? Вот так вот мы наносим, значит, кремушек в отглазки. Закапываемся каплями, чтобы нам было полегче смотреть на этот мир. Так, теперь я еще на кожу не наносила никакой увлажнялки. Я себе купила вот такую вот сыворотку от Conflay с муцином улитки. Насколько я понимаю, классная вещь. Брала по скидке в золотом яблоке и стоило это все по-моему за 600 рублей, а то ли 600, то ли 700. Сейчас на тысячу, наверное, стоит. Ну, вот такая вот бадья 250 миллилитров. А у меня еще там всякие частички содержатся. Я не знаю, как вам показать. Вы там увидите, наверное. Угу. Вот так. На лужечку набираем. В ручках разогреваем. И на лечку погнали наносить массажными движениями. Ой, я сразу так свежу. Очень приятный аромат. Косметический, уходовый. Очень батрит. Так, ну что же мы сегодня с вами-то потестим. А, кстати, первый аромат... Я почему взяла эту коробочку? Потому что здесь есть Persian Gold от Amoage. И есть... Посмотрите, вот такое движение очень хорошо убирает отечность с лица. Тоже остаточки. Сейчас распределим. А. Короче, чего я взяла эту коробочку вообще? Потому что там Amoage Laila Clough, который мне очень нравится. И Atar Collection Persian Gold. Короче, если вы не пробовали Persian Gold, значит, вы много чего потеряли. Потому что из всей линейки отаров Persian Gold короче, самый прикольный. Вот. Он очень похож... Очень сильно похож. Если вы знаете Estuart de Parfum Nata Blue Bottle 1.2 Очень сильно похож. Они вот прям два брата-близнеца. Но вот у Atar его немножко он помягче, что же. Такой понежнее. Вот. Даже где-то послиточнее, что же, если вам нравятся более сливочные ароматы. Они... У них абсолютно разные пирамиды. это 100%. Но... Так, это я тут нанесла. Бали, замчик. Но, но, но... У них одинаковое звучание. После сыворотки я люблю наносить вот такую эмульсию. Эту эмульсию я смешиваю с вот таким бронзером от Organic Kitchen. Может быть, ты сфокусируешься сегодня? Спасибо, пожалуйста. Вот уже чуть-чуть осталось. Я уже заказала на Азон. Он стоит 480 рублей. Сейчас вы поймете, почему я его люблю смешивать. Потому что, чтобы убрать эту усталую, нездоровую бледность с кожи, надо постараться, конечно. И, что мы говорили с вами про персиму. А, кстати, если вы любите макияж без макияжа, то вам реально стоит купить этот бронзер. И, правда, смешивать его с кремом будет будет вообще огонь, пушка, пожар. Короче, это персиан голд. Почему я взяла эту коробочку? Отдельно флакон. Вот где-то отдельно просто флаконы Тар Коллекшн стоят самые простые. Порядка, наверное, 6 тысяч на рандеву, там, на духе персиан голд стоит 11. Наверное, его, типа, больше не выпускают. Я, честно говоря, не знаю. Но покупать флакон персиан голд за 11 тысяч это, конечно, вообще издевательство, я считаю. Так мы донаносим бронзер на лобок, чтобы немножко его ну, типа, проскульптурировать. А, ну, короче, у меня сегодня выступление, я поэтому очень быстро собираюсь и решила такой формат сделать, типа сборы, накраситься и какие-нибудь духашки разобрать. Поболтать, короче говоря. Я сама такое смотрю, с утра особенно, когда крашусь. Ай, вкусный кофе. Посоветую вам пить американо, столько апельсина. Вкусно, неимоверно. Дальше, дальше, дальше. Тогда, когда у нас высох крем под глазками. Вот это вот моя, конечно, находка. Я жду, когда она закончится, чтобы показать вам в пустых паночках. Это такой кремообразный консилер. Ну, конечно, тут видно, что он персиковая оттенка, как жутко искажается цвет и свет. Короче, он вот такой кремообразный, пастообразный. Вы его разогреваете в пальчике. Он розовато-персикового подтона. Мы его разогреваем. видите, какие у меня жуткие синяки. И это вот все от недосыпа. И вот таким образом мы. Никогда не думала, что я буду сниматься на камеру не накрашены. Какая жесть. Ну, что поделать, я себя принимаю. Я все детство такая, когда не красилась, я всегда была такая. Типа, это не вдруг было и стало. Оно всегда так было. Вот, ну, да, просто смотрите, хоп, ну, понятно, что припухлость вам никто не уберет, потому что надо было вчера меньше соленого есть. Ну, сам синий пигмент многовато набрала. Он отлично перекрывает. Короче, если вы не любите краситься, то вот этого всего будет вам вообще достаточно. Тут как бы и уход, и немножечко мы убираем все наши неприятные нюансики. Не будем говорить, что это недостатки. надо запинать, сложно краситься и разговаривать. Блин, как блогеры это делают. Ничего, зато в конце будет супер-пупер. Вот, и краситься, и болтать это очень-очень тяжело. Так, вскрываем. Ну, смотрите, какой свежий взгляд сразу стал. И все, если вы куда-то бежите на работу, поэтому вполне достаточно 10-15 минут. Все. Но я-то люблю по-хардкору. Короче, и да, возвращаясь к нашим духам. Брать за 11 тысяч персен голод я не советую, но взять отливантик очень даже можно. Давайте еще нанесем бальзамчика для губ, а то у меня что-то прям как сушит, как сушит. Это же ужас какой-то. Возьмем вот такой, тоже только некий чудный. Классный, дает матовый финиш и отлично увлажняет. Вчера был мой первый концерт с типа с кавер-группой. Мы так ржали, он у нас был в доме пристрелых. И должно было прийти больше бабушек, но они пришли только 5 или 6, потому что остальные ушли на похороны своей подруги. Как вам такое? Мы, короче, ну, да, мы так ржали над этим, это, конечно, капец. Вот. Собственно, как вы боретесь с этим синдромом самозванца? Вообще, слушайте, кто из вас кто-нибудь входит к психологу? Он бы этим делом вообще занимается? Так, мы начинаем смешивать. Блин, у меня все равно ощущение, что за мной кто-то наблюдает. значит, значит, я купила вот такой вот тональный крем от Ама корейского производства. Блин, это вещь. Мне так понравилось. Единственное, не мой оттенок, но я его разбавляю очень темным ланкомом. Он, кстати, с таким очень сияющим финишем, а этот так вообще у вас личико будет просто как блинчик, если вы любите сияние вам вот за этим кремом. Очень у него отличная пигментация. И он, для меня закрыл микрофон. Я зато порлая женщина. Короче, он отлично перекрывает, у него высокая степень пигментации, но очень тонкое покрытие, поэтому на день, на вечер он очень стойкий. Вообще супер. Если его еще пудрой прибить, 700 рублей эта радость стоит. Представляете, какая прелесть? Как я смешиваю? Беру и вообще все тональные смешиваю, потому что, мне кажется, нельзя взять и выбрать себе один какой-то оттенок, который будет вам подходить идеально. Уже не всегда одного цвета. Где-то позеленоватее, где-то побледнее, где-то позагорелее бываете. Поэтому лучше иметь у себя просто парочку тональных с разным оттенком. Либо купить аджастер, но аджастер не знаю, честно говоря, я ни разу не пробовала его. Мне кажется, что он не дает того эффекта, когда ты смешиваешь именно тональные, потому что тональные бывают один мотирующий, а другой подсвечивающий. Тогда они в комбинации работают очень здорово. Вообще я обожаю краситься. Это мой вообще утренний ритуал, я без него никуда. Даже если я никуда не иду, минимальный набор макияжа это вот уходовые средства с каким-нибудь бронзером вот таким жидким. всегда на мне есть. Потому что я люблю это делать. Для меня это не каторг. 9,50 вообще супер. У нас осталось полчаса. Мы тут с вами болтаем. и короче давайте подумаем каким мы сегодня ароматом подушимся. Потому что подушимся, напшикаемся и так далее. Потому что что? Потому что у нас сегодня будет небольшой отчетный концерт. Нужно чтобы короче говоря аромат заводил. Так вот я немножечко как бы подвбиваю и возьму блендер и сейчас буду все это разносить. короче ну чтобы аромат поднимал мне настроение как бы придавал силы уверенности в себе и был наверное стойкий. Хотелось бы чтобы он был стойкий. Так вот так вот отлично он уносится бьюти блендером. вот так вот и что у нас там идет значит я бы взяла конечно персиан голд но его там осталось совсем чуть-чуть и я боюсь что будет какой-то короче я его берегу вдруг будет какой-то случай особенный который в котором он мне очень сильно понадобится. смотрим ничего сейчас мы сделаем принцессу спонж я всегда влажный беру всегда это кстати спонж отшик я его не стираю ничего но он вот так вот приходит вот в такую негодность меня это немножко подбешивает типа я никаких манипуляций жестких не провожу но он ведет себя недостойно так вот тут у нас еще значит мой любимый амуаж лайла кла это про сирень сели птички на сирене и сирень 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 так слава богу с тональным мы закончили сейчас он немножко будет усаживаться усядется и станет абсолютно незаметным на коже а мы тем временем что делаем правильно будем носить консилер чтобы окончательно перекрыть вот эти вот штучки под глазами ой я смотрю сейчас все идут и вырежают вырезают вот эти грыжи под глазками мне что-то так страшно это же грыжи по сути люди вырезают их и живут спокойно девочки представляете им не надо вот этим вот этой ерундой заниматься прелестно а господи вот я намазала такая и ничего не сказала тоже в третий или в четвертый раз я покупаю этот консилер может ты сфокусируешься уже так это у меня второй тон по-моему но он такой же как и первый кажется что есть разница но по факту я вот такой смотрю он очень светлый ну потому что он корейский все что корейское но все очень светленько короче плюсы этого консилера в чем в том что он не забивается в поры в том что он не забивается в морщинки в том что он отлично перекрывает но при этом его не видно на лице будет очень тоже хорошо смотреться если вы просто без тонального его нанесете пальчиком разогрейте и разнесете вот так по вот этому треугольнику лица вот так и он очень классно перекроет вам и сольется с кожей будет незаметен вот собственно вот такое лицо прикиньте да у меня сколько волос везде у меня вообще с волосами никогда не было проблем но блять брови почему когда меня создавал бог он сказал зачем тебе брови вот зачем так возвращаясь к Лайла Клав вот он ой а сейчас он шоколадный он бывает сирень-сирень а бывает шоколадный и вот сейчас он такой шоколадный даже немножечко ретро знаете я пробовала вот это вот ателье колонь мимоза мимоза индиго а где мимоза я извиняюсь а почему мне мимозы не положили там по-моему есть все от цитрусов но ничего от мимозы грите вообще я не поняла что это такое свеже цветочное вот липстик фивер это был вообще какая-то жесть была просто я думала что там должна быть судя по отзывам блогеров что-то связанное с вишней но вишни там вообще нет там один ирис причем по-моему его корень и это такая мерзость вы меня извините конечно но мне вообще не понравилось орхид паудер тоже что-то я бы хотя я очень люблю манталь но орхид паудер я вообще не поняла ни шанс на нанше обыкновенный манталь вот честно говоря как будто какой-то один из манталей на себя нанесла и все короче я поняла мы с вами пудровый не будем сегодня мы с вами будем у меня есть еще одна коробочка это вот скорпион зашибись я куда-то делала один отливаться о слушайте классная рубрика куплю-не куплю блядь я ведь пишу 10 мне в 11.30 надо быть на чеке в качестве скульптурирующего средства я люблю использовать вот такие матовые тени от люкс визаж вы сейчас поймете почему потому что во-первых удобное нанесение во-вторых они стоят 200 рублей даже меньше я вот такими стрижками прорабатываю себе скулу ну типа нафига платить больше если можно взять я эти тени использую как тени и как скульптор и все любители сникерсов вам сюда а знаете что я забыла я еще люблю темный тональный добавлять к скульптору чтобы он чуть-чуть теплинки давал потому что это очень холодный и вот сюда чуть-чуть на лоб тоже будет хорошо вот вы видите сколько секретов макияжу тык-тык-тык тык-тык вбиваем разносим и сюда тоже и оно все так смешивается красиво короче куплю-не куплю парфюмерная коробочка пудровый аромат амуаж лайла клав безумно раньше любила этот аромат сейчас понимаю что вообще не мое настроение не мой вайб как говорите отличная сирень с шоколадом но это сейчас не я поэтому блин я даже а что если дело в производстве а что если амуаж просто-напросто изменили состав потому что раньше я его обожала а сейчас я такая понюхала и такая ну такое нету эффекта вау представляете что если действительно они изменили методику например а что мы будем делать хорошо что я съели успела оторвать с рук еще старого производства вот это мне конечно фортануло в общем господи мне на заднем фоне телевизор играет я каждый раз пугаюсь как будто кто-то идет ой что вообще делать со страхом я вообще всего боюсь я боюсь выходить на улицу и я боюсь когда на меня смотрят казалось бы да я вообще всего боюсь что мне с этим делать я пока тоже не понимаю я пока начала пить короче штуки которые настроение улучшают ну там триптофан и витамины группы В но чтобы лучше спать триптофан витамины группы В они очень хорошо улучшают настроение я больше всего ненавижу это в макиняже это брови вот это просто какая-то я сегодня не леди какие-то у меня брови не леди так карандаш у меня от что это арт визаж а нет карандаш как-то ф ой господи обожаю обожаю и еще дополняю вот таким вот инфлюенс окей сделаем так нифига да вот я вам вставлю картинки маркером сейчас заполняю вот это начало брови сейчас покажу вот так сейчас разнесу это все и пробелчики тоже заполним и вот так вот заполняем одна бровь готова порисуем вторую ну и собственно мы уже практически закончили макияж так значит лайлаклав куплю-не куплю не куплю не куплю потому что что-то изменилось в составе в составе в аромате короче говоря что-то изменилось и поэтому мне уже не нравится ну типа вот есть маленький отливантик мне его вполне достаточно на пару месяцев как раз таки весны дальше ателье колонии мимоза индиго не куплю не куплю потому что мимозы там практически нет а я мимозу очень люблю классная мимоза которая дочка Эстелудер между прочим а не Эстелудер дочка Эстелудер создала свой бренд Ариин 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 Ап ладно короче как обычно представляю и вот там есть по-моему называется моды с медоза моды с медоза мимоза и короче вот там очень воздушная мимоза мне нравится там мимоза сладкая мимоза это конечно ланком поэма у меня стоит есть но у меня настроение не совсем сладости мне хочется чего-то бодрящего ну что вот и брови появились ну так девочки вот вам и бровки короче мы поняли что мимозу я вот эту не куплю от коллекшн очень хочу хочу целый флакон хочу 100 мл господи сейчас расплачусь очень хочу как он мне нравится боже мой волшебный аромат какой-то сладко свежий такой невесомый но при этом чувствуется плотность очень стойкий очень хороший и мне почему-то хочется именно его а не на табли боттл который хи стуар де парфум потому что все-таки ну они очень похожи но немножечко они разные так хоррэ короче с бровями а то я конечно вообще не закончу никогда с бровями можно работать хоть сколько времени час 2 по списку грите жаклин давайте я немножко вспомню его я что-то плохо помню а короче он стартует мужским одеколоном ну вот кстати сегодня прикольно он раскрывается ну это такой прям морской одеколон какой-то с ветивером не куплю тем более за эти деньги сколько стоит греть ой ну для мужчины кстати будет очень классно нет блин кроме пока деревяшек и какой-то одеколон я вообще ничего не слышу не куплю джулет хизаган липстик фивер я даже пшикать не буду не какой он оказался противный это просто жесть так его расхваливали я не знаю что там хвалить один ирис и все вы знаете если вы хотите ирис есть классный ирис ирис вайлет от Александр Чей вот такой у меня отливантик мне Лена передала такой он сладенький такой он приятный вот это я понимаю ирис который приятно носить он не убийственный матирует дезону всегда кудрой кристалл нерос она прозрачная я жирный блин я не могу не мотировать кожу плюс у меня очень широкие поры вот здесь возле носа и поэтому я тоже всегда это все жестко матирую чтобы хватило на весь день потому что обычно я выхожу из дома в 9 9-10 я выхожу из дома и возвращаюсь уже ближе к 8 вот поэтому мне нужно заматироваться хорошенько как говорится прибить ну вот так это все выглядит мы сейчас еще добавим немножечко бронзера короче вот ирис варит отличный ирис сладенький плотный короче классный так липстик хизаган липстик фивер фивер хизаган не куплю это мы уже выяснили все Жак Лимфер уже ушел все он как одеколон его был и нет как бы все пока есть необычная проблема это мои морщинки вот здесь вы посмотрите какие края ну типа когда ты вот так смотришь это прям сильно видно если ты вот так смотришь это не сильно видно пудра забивается в морщины если вы знаете пудру которая не будет забиваться в морщины я очень прошу вас ее мне посоветовать я наверное душу продам если вы мне расскажете про такую пудру дальше манталь короче орхид паудер в курсе я не смотрела ни одну пирамиду вот так вот я классно подготовила 43 минуты серьезно епа мать мне главное чтобы там запись шла мне когда-то я взяла вот такую палеточку от Vivienne Sabo и она оказалась очень-очень классная только посмотрите я ее практически всю добила она конечно не это конечно во мне байтери но тем не менее тоже неплохая знаете чуть-чуть здесь проскульптурируемся что я делаю дальше мы берем плоскую кисть и все это дело наносим на веки у меня очень выпуклая форма глаз как у рыбки и память у меня тоже как у рыбки если что и поэтому я всегда затемняю века и поэтому я всегда делаю такие большие ресницы ну во-первых потому что я выступаю и у меня нет желания типа постоянно краситься вот на выступление типа отдельно как-то поэтому я люблю реснички я люблю чтобы они были огромные вот я все жду кто мне кто же мне когда в комментариях напишет про мои ресницы про губы вы мне-то уже написали мне кажется надо вот вот эту бровь чуть-чуть поднять про губы мне уже написали я была такая счастливая вы еще не представляете я просто прям ждала что мне напишут я жду когда мне напишут про ресницы под глазками тоже чуть-чуть чтобы немножко гладить свою выпуклость типа чтобы она была как бы чтобы гладить выпуклость и была фуклость понятно всем так поэтому можно на кончик нос чуть-чуть хиллайтера добавить чтобы чтобы мы немножечко посияли чуть-чуть эту бровку приподнимем парочку штришков вот ТФ короче карандаш нет для бровей тут наверное на камере короче не видно но он немножко ложит он знаете как он немножко застревает если у вас широкие поры как у меня пигмент будет прям застревать это это нехорошо здесь подразнесем я вам еще один кое-какой секретик расскажу макияжный который я использую в самом конце так а что румяна вот такие у меня румяшки от Ева Мозаик а может быть здесь фокус сервис такой вот ой такой персиково сейчас это как румяшки хайлайтер мне такое нравится ты его подразносишь и он прям сияет так что мы этой же кистью ой я заказала короче на алике у меня идет такая губка чтобы не мыть постоянно кисти ну например ты взяла кисть использовала этот скульптор господи я вспомнила протерла в этой банке с губкой и все оно у тебя чистенькое ты берешь например уже себе там что-нибудь другое и вот я жду когда мне придет такая вещь удобная почему я о ней раньше не знала мне кажется это очень удобно так сейчас я вот на этой щечке покажу чтобы было видно мы еще с вами бронзер кстати не взяли мы еще бронзером с вами нафигачимся мне кажется получается очень свежо упа а для бронзера я беру вот такой кистика буки от байтыли она мне тогда шла в комплекте бронзеру я не изменяю бронзер у меня который ружбани руж дырки какой же третий четвертый тубик все вот так вот лобик загорелось придаем свой оживит но имейте ввиду поры подчеркивать конечно ничего ты тут не сделаешь если у вас поры кратера как у меня ничего ты с этим не поделаешь так поехали дальше орхипаудер ничего я не поняла вообще с этим орхипаудер стойкий сладкий пудровый но какого-то вау а где какой вау я даже не поняла столько про него хвалебных отзывов сладкая пудрочка причем изначально изначально я бы не сказала что там что-то пудровое что-то надо фу мне даже спиртит в старте вот честное слово ну нет мне все не нравится я сегодня бяка которая все не нравится нишан ну давайте нишан еще сюда может сегодня он как зайдет крепкий какой-то крепкий алкогольный напиток как этот нанше слушайте я не знаю мне все не нравится а и кстати у мантали у него такая пудра такая какая-то химическая а не пудра там например из косметички вообще нет вообще нет нишан просто какая-то алкогольная какой-то просто алкогольный напиток какой-то куплю не куплю нет не куплю потому что во-первых стоит как крыло от самолета во-вторых блин да за что за что не было по скидке карандашка того моего любимого но это тоже каял от Vivienne субот тоже оказался неплохим но тот я люблю больше который я показывала в видео про пустые паночки тот намного круче я всегда точу карандаш неважно поточен он или нет я его всегда стачиваю всегда и рисую стрелочки любимой моей стрелочками я тоже вытягиваю глаза и подвожу слизистую этот карандаш кстати мягче чем тот поэтому даже не знаю хорошо это или плохо может кому-то нравится помягче поэтому ему подойдет именно такой то есть разница между тем каялом и этим в том что этот намного мягче возможно этот даже карандаш не предназначен для стрелок возможно он будет хорошей подложкой для каких-то смоки айс сейчас собственно вот это вот у меня и подведенный и снизу слизистая подведена и вот здесь я его немножечко растушевала соединила а здесь вот нет ничего видите какая разница в глазах я люблю подводить слизистую потому что у меня огромные глаза и так они получаются как-то более выразительными и аккуратными и вот так немножечко растушевываю в чем прелесть каялов в том что они очень мягкие очень мягкие карандаши и слизистая глаза у кого особенно чувствительная не раздражается потом знаменитый лайфхак из тиктока когда ты ногтем растушевываешь стрелку оказался очень рабочим между прочим мне он очень подошел ну вот такие вот у нас глазки вышли так нишан уходит в кожу в замшу точнее даже наверное знаете нишан вижу на взрослой женщине серьезный такой не мой характер вообще не мое поэтому нет не куплю так осталось что у нас осталась помадочка я не знаю как вы я очень люблю помады люкс я могу много на чем экономить ну вот помадочки от живанши очень мне нравятся значит есть у нас вот такая у нее больше персиковый потом вот 303 коралл деколед так а вторая у нее холодный потом такой очень светло-розовый это номер 301 сейчас в общем посмотрим что мы выберем здесь у меня еще две помады от лориал блин тоже очень классный сейчас это у нас наверное вставлю потом и еще вот такие помады от лориал номера поставляю одна такая похолоднее другая поярче очень классные кремовые консистенции вот живанши они больше все-таки матовые такие подсушивающие а вот эти больше увлажняющие я нарисовала себе офигительную просто херню на коленке короче мой секрет это важные салфетки что я делаю после того как я наношу макияж на лицо это один из важных этапов потому что с этой штукой вы просто уберете все излишки с лица особенно когда вы пудритесь все это летит вот на вот эти волосики возле лица видите поэтому салфеточкой мы аккуратненько все это снимаем прям легкими легкими вот такими движениями тут конечно у вас там поплывет но если вы будете делать постоянно то вы найдете свой баланс чтобы собственно не переусердствовать короче нишан стал реально каким-то арабским парфюмом для мужчин блин не ну нет мне кажется девушка должна пахнуть по-другому она должна пахнуть нежно ласково может быть элегантно может быть сексуально еще как-то но ну не как мужик я ничего не имею против аромата аромат наверное как аромат он красивый куплю или нет нет не куплю так и я хочу давайте еще ксержов добьем раз уж такая жара сегодня пошла ну вот сюда ксержов тоже абсолютный старт мужика нет я была бы не против если бы мужик так пах но я так пахнуть не хочу итак губы у меня очень сильно перегревается телефон он уже один раз отключился вот такой вот шум номер 426 это прям такой коричневый коричнево оранжевый карандашик мне такое нравится чтобы делать на губах амбре мне такое подходит тем более если у вас персиковые румяшки то это вам подойдет карандашик очень мягенький разносится очень хорошо при разношивании видите немножечко полосит поэтому для заполнения губ скорее нет подвести вот так вот контур очень даже да так ну и что и какую помаду мы сегодня возьмем вот скажите мне сейчас я вам покажу от сифора мне как-то достался вот такой вот пробничек очень мне понравился это оттенок 84 короче прикол в том что нужно делать с этой помадой не надо наносить ее вот так вы наносите ее серединку и пальчиками разносите это матовая жидкая помада так вот она вместе все это работает и пальчиком разносим пальчик вы не вытираете после того как вы разнесли по помаде вы разносите так по безымянному пальчику и в складку века добавляете этот же оттенок и тогда ваш макияж будет гармонично смотреться со всем вашим макияжем ваш макияж будет красиво смотреться со всем макияжем это очень странно звучит ну короче очень гармонично все звучать а обязательно мы наносим спрей для фиксации макияжа сейчас вот попробую вот такой китайский не скажу что супер крутой но и не супер плохой знаете бывало и похуже в моей жизни вот ну-ка будет видно распыление короче и вот таким образом на личико мы наносим тем самым схватываются все слои макияжа как он ксержо фацента тоже нет тоже не куплю потому что пахнет мужиком где там пудра пудра где уже обещали пудру нету пудры нету пудрочки нету ну вот собственно и все слушайте мне хочется все-таки какой-то яркости добавить нет точно не вот такой но вот такой более розоватый а то я как-то совсем бледные губы таким образом ну понятно короче камера съедает половину цвета и вам ни хренашеньки не видно все макияж готов я с вами поболтала блин даже не знаю куда и в какую сторону положить ну вот короче как-то так ну вот он на свету по-моему классненько ну лично я такое люблю ну все спасибо что были со мной спасибо что поболтали и у меня выполнил спасибо всем большое за внимание пишите про свои психологические травмы давайте обсудим как вы с ними боретесь что нам вообще с этим делать не забывайте подписываться ставить лайки это помогает моему каналу продвигаться всем пока